Вся ситуация, мне кажется, похожа на матч такого вида спорта, с позволения сказать, как рестлинг. Это, конечно, не спорт, это такой театр. То есть два накачанных таких мощных субъекта, которых нельзя назвать спортсменами, с трудом можно назвать актерами. Они лупят друг друга, швыряют опол со страшным грохотом публика в обид на каждый страшный прием. А на самом деле ни тому, ни другому не больно. Уже все отработано и так далее. И вот этот спектакль, он стирает вообще всю политическую систему. То есть на самом деле это сражаются две группы из одной команды. Нанайские мальчики у нас есть. Эти победят или те, на самом деле существенно ничего не изменится. Потому что когда начинаешь беседовать с людьми, которые выступают за эту группировку, где таким спикером является Алексей Навальный, то видишь, что это те же самые люди, которые в 90-х годах пришли к власти, занимались приватизацией. И они приверженцы тех же самых ценностей, которые реализованы вот в этом 20-летнем периоде. Эти люди просто оказались немножко где-то на обочине. Им хочется снова войти. Там еще не все поделили, не все доделили. Я думаю, что они уже вошли. Просто некий спектакль, который мы видим. С одной стороны партия власти, с другой стороны некое протестное движение, которое представлено вот этими стотысячными митингами с вкачиванием колоссальных средств, перед тем, чтобы действительно люди вышли и думали, что они являются участниками этого движения, они на самом деле в доле. То есть они делят не власть целиком, а делят некие кусочки этой власти. Некая есть спорная территория. И в этой спорной территории они решают, зачем они это делают. В принципе, они могли бы договориться. Легко. Это люди, хорошо знакомые друг к другу, и я думаю, что многие из них дружат с семьями. Они делают это для того, чтобы не возникло нечто третье. Чтобы не возникло другое нечто. Вот смотрите, можно сказать, что КПРФ как организация исчезла на фоне этого процесса. Есть некое левое движение, якобы левое движение, которое со своими флагами, со своими символами, со своими вождями выходит на эти массовые акции. И КПРФ теряется. Нет коммунистической партии. То есть как некий третий проект, коммунизм исчез. Либо входи в эту колонну, которая уже организована. У которой уже все есть. Расписаны вожди. Либо ты просто не удел. И операция нашей партии на этом шествии вызвала невероятную ненависть и со стороны одной стороны, и со стороны другой. Ну, во-первых, мы как раз оказались людьми в черном. Только не провокаторами, а людьми, которые строго построились в шеренге и колонны, которые вышли с барабанами под барабанный бой, прошли маршем до середины этого движения, до середины этого маршрута, который был предрасположен, остановились, сместились в сторону, прокричали, что нам не по пути с либералами, мы не пойдем с либералами, развернулись и опять под барабанный бой с развернутыми флагами прошли в противоположную сторону. Это вызвало страшную ненависть. Особенно наш знаменосец, который был одет в черную форму с русской символикой, там, двуглавый орел, там, лобарум на повязке, как и у многих наших активистов. Ну, все, это стало лицо нашей организации, потому что во всех средствах массовой информации этот человек показан, сфотографирован и определен, как это форма СС. Это форма, которая куплена в советских магазинах, сапоги, бриджи, морской костюм, морской китель, фуражка, сшитая по советским лекалам. Но если человек выходит в форме, но без знаков различия официальных, кто его клеймит? Клеймят средства массовой информации и клеймит его либеральная оппозиция. И пошедшая за либеральной оппозицией группировка, которая пытается представлять русское национальное движение. Всем не угодны. Почему не угодны? Потому что представляют иной сценарий. На одной стороне порву за Путина, на другой стороне Навальный, наш будущий президент, а любой третий сценарий вызывает жуткую ненависть. Не вызывает ненависть садомиты, которые идут с разноцветными флагами. Такой ненависти не вызывает. Это как бы уже естественно. Собрание политических и прочих меньшинств на протестном шестле, это естественно. Меньшинство того же рода, находящееся в системе власти, это естественно. Люди в черной форме, идущие строем под барабанный бой, это считается противоестественным. Почему? Потому что это обозначение третьего сценария. Чего-то другого, иного. Когда и будет осуждена приватизация, когда воровская система олигархическая будет разрушена, и так далее. Когда весь сценарий тех и других поставлен под вопрос. Значит, они стараются нас поставить под вопрос раньше, чем мы смогли завоевать какую-то популярность.